Мировая политика ОДКБ Здравствуйте, Сергей Павлович Расторгуев. Здравствуйте. Первый вопрос. Ну, почти 15 лет назад у вас вышла замечательная книга, которая имела несколько изданий. Она называлась достаточно своеобразно. «Философия. Информационная война». Итак, первое. Почему философия? И что, собственно, такое информационная война? Второй вопрос. В 97-м году книжка вышла вначале под названием «Просто. Информационная война». Так, то есть сначала... «Радиосвязь». То есть сначала именно так. Именно так. Потом, после того, как туда были добавлены несколько глав новых, она изменила название. Стала называться «Философия информационной войны». И вот почему. Так, почему. Философия – это, в общем-то, как бы, ну, дословная любовь к мудрости, но, по сути, философия изучает все общие законы. Вы хотите сказать, что у информационной войны есть какие-то всеобщие законы? Есть всеобщие законы. Так, а давайте сначала все-таки определение дадим, чтобы наши радиослушатели, телезрители понятия стали иметь. Что же такое информационная война в вашем представлении? Вот в свое время, когда писалась книжка, которую вы упомянули, просто я исследовал эту проблему, было около сотни разных определений, что такое информационная война. Выбирай – не хочу. Так, и что вы выбрали? Каждый выбирал, исходя из того, что ему ближе, что он понимает, исходя из своих понятий, из того, что, где, чем он живет. Я выбрал то, что присуще основному множеству государств на нашей планете. Это есть четкое определение, что такое вообще война. А что такое война? Это вооруженная борьба государств. Короткое, точное определение. Ну, или есть еще определение. Это продолжение политики иными. Я же говорю, определений много. Вот я взял за основу вооруженная борьба государств. Так вот информационная война – это борьба с использованием информации. Информационного оружия между государствами. Так, ну, сразу возникает вопрос, Сергей Павлович. А что же такое информационное оружие? Мы идем, так сказать, по древу вот этих понятий. Ну, вот информационное оружие, как, в общем-то, и... Мы же начали с философии. Да, мы до философии еще дойдем, да. Так вот информационное оружие сегодня, оно, в чем оно заключается? Это информационные технологии и технические средства, поставленные на конвейер. А кто их ставит на конвейер? Для того, чтобы создавать информацию, генерировать ее, распространять и втюхивать. И втюхивать. Что, понимается, по словам втюхивать? Внедрять. Внедрять. В уши, в глаза, в сердца. Итак, вот есть конвейер, где там штампуется эта... Да, да, да. Без конвейера никакой войны быть не может. Да, вот, а кто, собственно, вот эту философию конвейера, да, с вашей точки зрения, философию информационной войны, кто ее создал? И почему, собственно, вы начали с информационной войны, а потом вдруг подумали, а, там что-то какие-то закономерности есть. Почему так быстро, за год вы пришли вот к осознанию, скажем так, более такого широкого подхода? Не за год. Не за год, да. Не за год. Это уже где-то было года через три или четыре, когда стало понятно, что, на самом деле, мы живем совершенно в другом мире. Не в мире конвейерном, как мы когда-то говорили, не в мире производственном, а в мире информационном. И вот там... Это вот, понятно, стало вам одному или вообще всем там людям, или части людей, как с вашей точки зрения? С моей точки зрения, не всем всегда это становится сразу понятным, но на сегодня, вот сегодня, мне кажется... Это мы берем 2013 год, да? Сегодня, в 2013 году, мне кажется, все понимают, что они живут в информационной среде, и никуда из нее им не вырвутся. А вот, возвращаясь к началам, да, но более 15 лет назад, чем, скажем так, философия информационной войны конца 90-х годов, да, 20-го века отличается от философии информационной войны, собственно, вот 2013-го года? Или, в общем-то, никакого отличия нет? Отличия есть. В чем кардинальное? Отличие кардинальное есть в том, что за это время те же самые технологии и технические средства, в смысле информационное оружие, оно достаточно серьезно изменилось. В какую сторону? В сторону перепрограммирования человека. То есть, вы хотите сказать, что за такой небольшой исторический период времени все-таки пошел процесс именно, как вы сказали, перепрограммирования? Перепрограммирование. И очень легко, и быстро. Если раньше все-таки были какие-то определенные сложности, надо было как-то информацию довести до человека, не все, что человек понимал. Вот сегодня откройте, войдите через браузер в сеть, он вам поможет перевести на любой язык все, что вам не попадется. Ну, может, это и хорошо? Это хорошо. А в чем, так сказать, минус? Минус заключается в том, что вся эта информация, все эти возможности, все эти технические средства принадлежат определенной системе в рамках нашей огромной системы. И кому эти средства принадлежат, тот нам и подаст ту информацию, которую он хочет подать. А что вы понимаете под системой, собственно говоря? Это уже философский вопрос. Это уже философский вопрос. С точки зрения, конечно, нашей темы, это тематики информационной войны. С точки зрения нашей темы, вообще, понятия системы, если вот переходить на классическое определение системы, их тоже существует достаточно много. Вы на чем, так сказать, остановились? Я остановился на системе, как на самокупности взаимосвязанных субъектов, которые в состоянии получать, обрабатывать, преобразовывать входные данные и на основе их выдавать свои данные. Так, вот остановимся. Но это, понятно, не просто система, а информационная система. Информационная система. Вот трое, да, Одиссей, 10 лет греки штурмовали, никак не выживали. Бац, троянский конь. И взяли. Вот с вашей точки зрения, это тоже был прием информационной войны? Действие какой-то системы, ну, там, трех с лишним тысяч лет назад? Или это, так сказать, просто такой исторический, мифологический пример, который мы сегодня используем? Даже целый фильм сняли. Да, но с моей точки зрения, это конкретный пример, потому что информационная война, это все-таки предполагается использование поставленного на конвейер генерации информации распространения, а тут один конь. А, то есть один конь, это не конвейер, да? Нет, это просто обман... Дезинформация, внедрение, как бы сказали, втюривание, исходя из современного лексикона, так сказать. Так, Сергей Павлович, возвращаемся. Вот был конь один, там, три с лишним тысячи лет назад. Когда вот этот конвейер, с вашей точки зрения, начал работать? Тысячу лет назад, пятьсот, там, сто. Как вы считаете? Конвейер начал работать, когда появилась для этого возможность, когда изменилось пространство, в котором мы находимся. Стоп, стоп. Изменилось пространство, в котором мы находимся. А когда оно начало меняться? Что, собственно, послужило такой отправной точкой для этого изменения? Оно менялось постепенно. Так. Не спеша. То есть в Рюновых вы хотите искать? В Рюновых здесь не было, мы постепенно шли, 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 шли. Но вот начальная точка этого постепенного, ну, с вашей точки зрения. С моей точки зрения, начальная точка, это когда появился интернет. А, то есть все-таки это 20-й век хотя бы. То есть я просто хотя бы там не до года уж точно. То есть это все-таки 20-й век, да? Интернет, телефоны сотовые. И вот когда... Ведь основные признаки информационной эпохи, их всего-то ничего. Какие? Первый основной признак. Это то, что между человеком и человеком, если раньше между человеком и человеком могло бы стоять техническое средство по преобразованию мира, например, эскаватор, там, конвейер или еще что-то. Бульдозер. Да, то теперь стоит техническое средство доведения информации. Между вами и мной, как правило, есть компьютер. Мы же переписываемся в сети или еще что-то. То есть между человеком и человеком... Ну а раньше что же было? Листок бумаги, гусиное перо, значит, Пушкин писал стихи, транслировал. Это не техническое средство. Это не техническое. Нет, это не технические средства. То есть, вы хотите сказать, гусиное перо не было техническим средством. Гусь-то не мог производить технические средства. Хорошо. То есть, итак, вы утверждаете, что 20-й век – это начало, скажем так, конверного процесса. Именно в информационной сфере. В информационной сфере. А вот сразу давайте, ваша всё-таки философия информационной войны. Вот это какой был процесс? Субъективный, объективный? Или кто-то подтолкнул? Или, так сказать, самос как-то это всё родилось? Ну, в общем-то, с одной стороны, можно считать, что всё, что касается информационных технологий и средств, это как бы настройка над базисом. Нет базиса. То есть, если нас никто кормить не будет, то какой смысл говорить обо всём остальном? Вроде бы как базис есть, но если раньше базис управлял всем, чем можно, то сегодня надстройка такой же лёгкостью управляет базисом. Вы хотите сказать, что законы капитала Марса и всех там марсистов, которые были там в 19 веке, они уже несколько изменились? Они серьёзно изменились. То есть, вот это тоже философский, скажем так, подход к проблематике информационной войны? То есть, вы хотите сказать, что в 19 веке методы дезинформации были у Наполеона газеты, он там их активно использовал, ну и не только, и Суворов, кстати, блестяще, так сказать, в итальянских походах при взятии Милана это использовал. Но вот кардинальное отличие, собственно, 20 века, даже второй, видимо, половину 20 века, что базис как бы перевернулся. Перевернулся. И вот здесь, как бы, можно сказать, есть основной закон информационной эпохи. Так, какой? Он мной сформулирован так. Доказанная взаимосвязь несуществующих событий становится законом, определяющим поведение реальных субъектов. То есть, вы хотите сказать, что даже несуществующие, то есть, виртуальные какие-то события, а может быть, даже выдуманные, да? Да, даже выдуманные. Они становятся мерилом... Если доказана их взаимосвязь. Да, кем-то. Кем-то. А кто бы вот этот со штангельциркулем ходит и, скажем так, доказывает и вводит в практику поведение людей? Кто эти люди? Или это уже какие-то роботы? Нет, это конкретные люди, которые прорабатывают соответствующие информационные операции для решения своих самых конкретных задач. Ливию возьмите. Давайте возьмем Ливию. 2000 какой год? 11-е. Это уже, как сказать, 21-й век. Речь шла, когда надо было показать и представить Ливию с лицом уродства, когда надо было ввести бесполетную зону, когда надо было потом уничтожать там технику и все прочее, были же применены информационные средства, весь мир осуждал. А помните, когда на Елисейских полях шатер-то Каддафи и все вроде бы там разворачивал, президент Франции его встречал, и никто не упрекал в отсутствие демократии. Так, но я сейчас об информационных технологиях. И вот когда надо было показать, что Триполи взят, в соседнем городе развернули такую же площадку, сделали один к одному макет, этот макет продемонстрировали. Повстанцы там бегали и кричали, что вот они все. А может это не повстанцы были, а актеры какие-то? Это были актеры, естественно, что это были актеры. Это было показано всему миру. Весь мир поверил, потому что мир верит тому, что ему навязывается, что ему повторяется, что ему раскручивается. Мир очень, на самом деле, люди по своей природе, они добрые существа, которые верят в все, что им говорят. Ну, не все, конечно, но если им говорят авторитетные источники, то почему бы не поверить? То есть вы хотите сказать, что в основном люди во всем мире поверили? А есть определенные критерии. Какие? Когда информационная операция считается выполненной. Какие? Вот на межгосударственном масштабе, это когда в официальной прессе государств исключаются или не появляются альтернативные точки зрения на вот эту позицию, которая проповедует по всему миру. В частности, по Ливии, например, да? Да, да. И вот когда она исчезла... Можно ли это посчитать, отфиксировать? Можно посчитать, отфиксировать. Сегодня это делается достаточно просто. Контент-анализ обычный? Да еще проще. Так. У того же Гугла есть замечательное средство, которое позволяет вам выборочно получать информацию по любой тематике. Кстати, вы слышали последнюю информацию, что Гугл разрабатывает чип для якобы больных людей, чтобы им облегчить, так сказать. И этот чип они планируют вживлять. И говорят, что это будет замечательно. Но есть сомнения, что это коснется не только, скажем, больных людей, не способных своими руками, значит, нажать клавиши компьютера. Ну, может быть. Но Гугл уже касается сегодня всех здоровых. Потому что ихний браузер вытеснил всех. А за счет чего их браузер вытеснил всех? Потому что они американцы такие умные, что там в Калифорнийской, значит, силиконовой долине собрались суперинтеллектуалы, и они, так сказать, захватили это поле. Знаете, у них... Мне не хотелось бы их рекламировать. Но, например, как бы... Почему браузер их вытеснил всех? Или почему они захватили это поле? Ну, начнем с браузера. Вот браузер, потому что в него, например, введена возможность ввода с голоса. Практически со многих языков. Клавиатурой, собственно говоря... Да, клавиатурой не надо владеть, даже писать не надо уметь. Надо просто говорить, что ты думаешь. Естественно, что все голоса накапливаются. Идет, в общем-то, накопление баз данных. Накопление баз данных по всем голосам всего мира. А это же такая база, на нее можно решать такие задачи. Такие задачи, интересные задачи. Откуда человек, где, какой акцент. И где он вообще оказался в данный момент. А вот это связано ли с... Еще как, потому что у нас же идет IP-адрес, с которым мы говорим. С нашим космосом, с нашими спутниками, которые там летают. Есть такая система, там, GPS американская. Вот это как-то взаимосвязано? Есть. Взаимосвязано. Google может определить координаты, используя и эти. И еще с учетом IP-адресов. То есть адресация у Google очень красивая. А вот китайцы, они же начали их давить, требовать, так сказать, защитить китайское пространство. Удалось китайцам или нет? Вы знаете, вот самый важный еще один принцип информационной эпохи. Что, как вот старая народная пословица, вода дырочку найдет. Информация всегда протечет. Защищаться от информации бессмысленно. Тогда стоп. Что же делать? Так, защищаться от информации бесполезно. Google может определить местонахождение каждого человека. Ну, Сноден вообще нам рассказал ужасы такие, так сказать. Не только нам, а про европейцев, что они Европейский Союз там прослушивают и своих американцев и так далее. То есть он как бы раскрыл картинку электронного концлагеря, который формируется, собственно говоря. А вы говорите, вот все равно протечет. Так что делать-то, собственно, в этой ситуации? Нам, обычным гражданам, мы в России в том числе. Нет, ну, лучшая защита, вообще-то, от информационной агрессии, это самому стать в какой-то степени агрессором. Проповедовать свои истины, свои правила, свою культуру. Вы что, предлагаете нам тоже, собственно говоря, атаковать-то? Это называется не атаковать. Так, а как? Это называется рассказывать о себе. А ну-ка, поясните вот эту философию. О том, какая у нас жизнь, и что наша жизнь нисколько не хуже, а лучше. Так. Вот она, наша философия. То есть вы хотите сказать, что это вот хороший такой прием в информационной войне? А это единственный прием. Единственный прием. Потому что, в любом случае, если не рассказываешь о себе, то тебе будут рассказывать про... И хочешь того, или не хочешь, а ты начинаешь жить интересами того, про что тебе рассказывают. То есть это законное, скажем так, мышление человека, его психологическое восприятие? Человеку нужна какая-то информация, чтобы жить. Нужна информация. Вот что ему дают, тем он и живет. То он и жует, по сути дела. А вот вы говорите, вот возьмем ваш терминс, жует, переживал. Он уже перепрограммировался или еще как бы не до конца? Как утверждал Геббис, ложь, повторенная многократно, становится истиной. Вот когда его много раз накормят, он до конца это переживет. Потому что вначале восприятие мешает его опыт, его здравый смысл, вообще его история. То есть есть какие-то барьеры, фильтры. То есть они есть внутри каждого человека. Тогда возникает вопрос, как нам поливать эти фильтры, эти барьеры, чтобы они все-таки работали, несмотря на потоки лжи, дезинформации. Самим себе рассказывать о себе хотя бы. Так, вот так, да? Да. То есть вы хотите сказать, что... А не о том, что там, где там, рассказывать о себе. О том, какие мы. Ведь у нас очень много всего интересного. У нас много талантливых людей. У нас вообще много чего делается. Нам рассказывать надо о себе. И не только нам рассказывать о себе. Но надо нам рассказывать и другим о нас. Но рассказывать... Как? Хорошее. 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 Потому что гадости-то есть у всех. Зачем гадостями делиться? Я считаю, что гадостями делиться не надо. Это вот философия? Это в какой-то степени философия. Это тоже обобщенный закон. Закон. Для информационных систем. Так, вот эти информационные системы, которые вышли, как мы сказали, на конвейер, да? На конце 20-го века. Но вот сейчас 2013 год. Ну, мы видим Сирия, да? Там работает этот конвейер дезинформации лжи. Цель такая же, как в Ливии, или, в общем-то, хуже? Цель такая же, как в Ливии, может быть, даже и хуже. Вы посмотрите, там есть определенные темы, которые постоянно раскручиваются в СМИ. В западными СМИ, прежде всего. В западными СМИ. Например, применение химического ручья. Да. Уже, кажется, всем понятно, после господина Пауэллов, 10 лет назад нагло вравшего с трибуны Организации Обменных наций, что якобы у Ирака есть это оружие. Да, да, да. 10 лет его искали, не нашли. И вот почему они шаблонно, ну, не придумывают, скажем, что-то новое, а также продолжают вот врать. Ну, потому что там это сработало. Так. Значит, оно еще раз сработает. Это же конвейер. То, что поставлено на конвейер, оно будет и дальше работать, и работать, и работать. А как нам этот конвейер перенацелить, перенаправить? А вот, кстати, с химическим оружием получилось очень интересно. Я наблюдаю этот процесс по количеству новостей, которые, например, каждый день появляются в мире на тему химического оружия в Сирии. Вообще, да? Вообще. Во всех странах в целом. Да, да, да. То есть это можно отследить. Это можно отследить помощью того же Гугла. То есть нам Гугл в этом смысле помогает. Он всем помогает. Ну, и нам тоже для анализа, как аналитикам. Так вот, ситуация очень интересная. В начале тема росла, росла, росла. До тех пор, пока не выступил наше государство. Так, то есть вы хотите сказать, мы как-то... Мы этот процесс немножко покосили. Когда мы заявили, что, в общем-то, подождите. Да, но потом процесс опять начал подниматься. Несмотря на наше заявление. Потом мы опять выступили и показали. Мы же привезли пробы оттуда. Вот после этого ситуация резко заглохла. То есть получается, что если мы противопоставляем свою и достоверную информацию, подкрепленную фактами, то мы можем этот конвейер немножко, так сказать... Совершенно верно. Но дело заключается в том, что в информационной войне совершенно необязательно достоверную информацию. Так, вот так. А как же вы призываете, Сергей Павлович? Вы хотите сказать, что мы тоже должны какие-то... Я не хочу этого сказать. Кстати, я просто хочу сказать, как общая установка. Понимаете, вот что такое угроза? Обычную угрозу всегда скрывают. Её прячут среди обычных событий. В череде. В череде обычных событий. Вот с информационной угрозой всё по-другому. Так. Она раскручивается. Вы хотите сказать, что её выпячивают. Её выпячивают, но при этом прячут сам факт. Истина это или не истина, никто не знает. Кто больше на эту тему скажет, что это истина, тот и победит. То есть вы хотите сказать, что, собственно, моделирование ситуации не обязательно, собственно, правдивой достоверной информации. Это как бы тоже игра. Вы посмотрите ситуацию. Вот доказать, кто применяет химическое оружие, вопрос очень сложный. Можно всегда найти и подкупить соответствующих подстанцев. Да, которые там... А можно найти и подкупить соответствующих услужащих. Да, командиров. То есть можно и так повернуть, и так повернуть. Вопрос заключается в том, кому поверят. Поверят тому, кто больше и убедительнее об этом говорит. И ещё кто говорит. Если говорит президент, премьер, министр, это одно. Если говорит какая-то там газетёнка одна, да и кто её услышит? Никто её не услышит. То есть вы хотите сказать, что для продвижения информации должны быть акторы коммуникационные, которым есть доверие на уровне высшей должностной жизни? Доверие – это самый важный момент здесь. А как формировать доверие в информационной войне? Помимо Геббельса, который, так сказать, требовал доведения информации, уже, так сказать, лживый, но в бесконечном потоке, и что, в общем-то, и наследники Геббельса продолжают это. Продолжают. Похоже, это тоже всеобщий принцип. Так, теперь вот вернёмся, собственно, к России. В России в 2000 году была принята доктрина информационной безопасности, а сейчас уже 2013 год. Вот как вы считаете, на сегодняшний момент времени эта доктрина, она вот соответствует велениям времени, или, так сказать, она нуждается, ну, или в модернизации, или, может быть, в новом каком-то документе мы нуждаемся? Вы понимаете, даже в том году, в каком она была принята, В 2000 году. Она уже тогда немножко морально устаревала. Уже тогда? Уже тогда. Ну, вообще, говорят, лучше поздно, чем никогда, конечно. Да, потому что вопрос другой. Важно то, что её всё-таки удалось принять. Так. И чё-то принимали очень долго. Она тормозилась на разных министерствах, её там что-то надо было дорабатывать, тут изменить. Хорошо, хоть она была принята. Хоть в таком виде. Хоть в таком виде, потому что иначе мы вообще были на нуле до сих пор. Да. В доктрине полностью отсутствовало понятие информационного противоборства. Да. Как факт. Но вот я перебью, Сергей Павлович, наш президент российский Владимир Путин, выступая в Краснодаре, в сентябре, только не 2000 года, а 2012 года, то есть ровно через 12 лет после принятия доктрины, впервые использовал термин информационное противоборство. То есть, ну, к сожалению, интервал времени, конечно, большой. За это время, конечно, в мире произошло очень много с точки зрения информационной войны. И не всегда в нашу пользу. И как нам преодолеть вот этот разрыв, с вашей точки зрения? Как может называться этот документ? И нужен ли он вообще нам на современном этапе? Документ, скорее всего, наверное, нужен. Потому что, если так вот посмотреть, наша страна все больше и больше переходит на такие гастированные принципы в среде управления, типа ИСО-9000, когда вот каждый должен сидеть на своем шестке и делать вот то-то, то-то. Если нет документа, то никто делать ничего не будет. То есть, регламентирующего документа, скажем так. К сожалению, это так, да. То есть, уровень доверия друг к другу у нас постепенно снижается, а вот уровень доверия к бумажке начинает почему-то повышаться. То есть, это тоже закон, да? Я не думаю, что это закон. Я думаю, что это просто навязанное определенное правило на систему управления. Так удобнее управлять. Так управлять может любой, в общем-то, менеджер среднего звена управлять чем угодно. Потому что он знает, вот есть вот такие вот сигналы. Вот надо сделать то-то, то-то, тогда-то, тогда-то. Ему не надо быть профессионалом. И вот с вашей точки зрения, как может называться этот документ? Коммуникационная доктрина? Доктрина информационного противоборства? Или, допустим, доктрина информационной войны? Или как у американцев? У них доктрина информационных операций. Они там любят, скажем так, и оборонительное, и наступательное. Каков должен быть российский подход с вашей точки зрения? Я думаю, что надо просто тот документ, который у нас есть, немножко заработать. Ну, хороший документ, очень хороший. То есть, вы хотите сказать, что базис, собственно, должен остаться, да? Это как бы некий стратегический подход. Должна преемственность быть. Преемственность быть, да. Обязательно. Но, то есть, название должно тоже сохраниться? Я думаю, что и название можно сохранить. То есть, можно сохранить и название, собственно говоря. Да, конечно. То есть, вы хотите сказать, что, в общем-то, в существующий документ необходимо просто добавить раздел информационного противоборства? Да, и всё. Ну, естественно, регламентировав его. Да, связать со всеми остальными, потому что это всё взаимосвязано. То есть, как вы считаете, ну, реально, в ближайший период времени, год-два, вот, осуществить такие действия? Это определяется волей высшего руководства. Ну, то есть, с точки зрения специалистов, в принципе, у нас есть для того, чтобы они способны были, скажем так, теоретически обосновать. Ну, и вот дальше возникает вопрос. Уже два года в Соединённых Штатах существует киберкомандование. Это киберкомандование возглавляется директором Агентства национальной безопасности США, но и отдельные киберкомандования есть и в составе флота, ВМФ, и спецслужб. В общем-то, это такая уже интегрированная система. Для чего американцы, с вашей точки зрения, ну, эту систему уже создали? Это элемент информационной войны или это, вот, так сказать, просто, так сказать, некий новый инструмент организационного управления? Это часть системы информационной войны. То есть, они всё-таки систему информационной войны постепенно, ну, как бы расширяют, усиливают и так далее. Очень интересное сообщение, извините, было ещё пару лет назад, по-моему, или год, о том, что вводятся роботы, которые будут беседовать на разных языках с посетителями интернета. Внутри системы интернета. Внутри системы интернета. То есть, это уже даже не просто там посылающие какие-то сообщения? Нет, они будут объяснять политику США, они будут говорить, исправлять человека, если он неправильно думает о том, что делает в Соединённых Штатах. И при этом там вот это сообщение вот в интернете промелькнуло. Там было сказано, что примерно один специалист управляет 50 роботами. То есть, фактически, с точки зрения информационной войны, у нас есть командир батальона информационной войны, у него есть информационные роботы, и он, значит, там регулирует, допустим, Ближний Восток. Да, это его солдаты. Это солдаты, которые работают по Ближнему Востоку. Которые, да, знают язык, используют переводчик Google, они переводят всё правильно. Находят места скопления массовых людей и, так сказать, начинают беседу. Выдавая себя за реальных людей. Так, а вот там эти сидят на площади Тахрир в Каире люди, да, они же тоже хотят общаться, и вдруг робот. А как он может определить, робот с ним общается или нет? Никак. Вы хотите сказать, что вот уже нормальному человеку это сделать сложно? Это сделать невозможно. Нет, есть одна причина, один признак. Если всё написано без ошибок и грамотно, то, скорее всего, это робот. То есть вы хотите сказать, что право описания, значит, это признак, значит... Ну, конечно, когда мы в социальных сетях что-то пишем, иногда там точки пропускаем, буквы, в общем, и так далее. Но роботы тоже учли, и вы хотите сказать, что внедряют им тоже, скажем так, возможность ошибаться. Возможность ошибаться. Право на ошибку. Слушайте, ну мы вообще подходим к какой-то новой эре. Вот если посмотреть, а кроме Соединённых Штатов, допустим, Китай, Великобритания, как они в этой сфере, с вашей точки зрения, продвинулись, не продвинулись, где Россия находится? Я думаю, что в роботизации все продвинулись, просто никто об этом не шумит. Не шумит, да? Потому что все же понимают прекрасно, все думают примерно одинаково, все делают примерно всё одинаково, ну а как по-другому-то? Мы же все живём в одном мире теперь уже, в глобальном, поэтому одна и та же мысль, она одновременно приходит. Ну, нескольким инженерам в разных точках. Но вот дальше посмотреть опять с точки зрения философии, не угрожает ли вообще развитию человеческой цивилизации вот такие подходы, конвейер, который начинает уже не только информационные системы, а уже и роботов фактически штамповать для информационной войны? Ну, тогда мы с вами перейдём совершенно на другую тему. Отвечать? Ну, коротко только, потому что время завершается. Коротко, вот с моей точки зрения, что жизнь как таковая, она не ограничивается только биологической формой. Естественно, что жизнь как таковая, она распространяется и дальше. И она будет захватывать все сферы, и техническую. Поэтому, если мы в качестве своих виртуальных образов перенесёмся и в техническую сферу, и будем развиваться дальше, это нормально, потому что жизнь не ограничивается биологической составляющей. То есть вы хотите сказать, что прогресс развития существующей цивилизации, он, возможно, преодолеет некие пороги, которые не были преодолены там, ну, в течение как бы... И вот эти роботы, с моей точки зрения, это первый шаг в движении по захвату жизнью другого пространства, другой среды. А можем ли мы сказать, ну, через 50 лет, допустим, освоим колонию на Луне? Кто-то. И информационная война тоже будет продолжаться. Не может ли возникнуть, что колония на Луне скажет, нет, мы хотим отделиться от Земли, и, так сказать, будем программировать людей таким образом, чтобы вот была отдельная, суверенная, так сказать, территория землян, но уже, так сказать, на Луне, допустим, или на Марсе. Ну, через более промежутки летного времени. С моей точки зрения, может быть, у технических средств, которые и прилетят на Луну, и будут ее осваивать, им же проще. А если мы находимся в них, им еще это проще делать, то, может быть, у них этих... у них будет что-то другое. Информационная война не может продолжаться достаточно долго, потому что эти существа, они информационные. То есть, вы хотите сказать, что это уже... То есть, это будет уже новый совершенно этап? Это будет новый этап развития жизни. И не будем, так сказать, развивать. Ну, и заключительный вопрос, Сергей Павлович. Все-таки Россия одна из великих стран, духовных стран, культурных стран мира. Все-таки что нам предпринять, чтобы мы не проигрывали в информационной войне, а все-таки в ней побеждали? Кратко, если можно, конечно. Ну, я немножко об этом уже говорил. Ну, так, если... Да. Общий вывод. Общий вывод. Как можно больше рассказывать о том, что у нас есть хорошего. И самим себе, и окружающим. Ну, что ж, позвольте на этой позитивной ноте завершить мой диалог. Я напомню, в гостях у программы «Мировая политика» был Сергей Павлович Расторгуев, один из ведущих отечественных экспертов по проблеме информационной войны. И заключительный вывод, который он сделал, заключается в том, что Россия, для того, чтобы победить в информационной войне, которая длится уже тысячелетиями, но приобрела вот наиболее острую форму, начиная с конца 20 века, необходимо больше рассказывать о себе, о своих достижениях, пропагандировать все лучшее, что есть, собственно, на территории нашей страны. Это и талантливая молодежь, это и мудрые ученые, и многие другие наши достижения. И тогда мы в конечном счете сможем преодолеть все минусы развития информационной цивилизации, которая существует на сегодняшний день. Я напомню, что я ведущий программы Игорь Панарин. До свидания, уважаемые зрители и радиослушатели.